В этот день, 28 июля, родились. Владимир Шухов, инженер, одно из его знаменитых сооружений радиобашни на Шаболовке высотой 160 метров. Павел Черенков, советский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике. 28 июля, день памяти равноапостольного князя Владимира, с 2010 года отмечается как день крещения Руси. 28 июля 1741 года экспедиция под руководством Витуса Беринга достигла побережья Аляски. В этот день 1713 года, согласно указу государя Петра I, была основана Рижская губерния. Это была первая отзейская губерния в России. Государь Петр Великий долго воевал со Швецией за выход в Балтики, с нее же брал пример в своих реформах. По шведскому образцу Россия получила деление на области. В 1708 году в стране появились 8 первых губерний. Довольно быстро их число выросло до десятка. Первая новая губерния была приобретена все у тех же шведов. Война с ними еще не закончилась, но Рижская губерния уже украсила карту России. Насколько велико было значение новой территории, говорит тот факт, что ее главой стал фактически второй человек страны, Александр Меншик. Это было рождение совершенно особенного прибалтийского края в составе России. То, что уже в 20 веке станет Литвой, Латвией и Эстонией. И то, что в империи обычно называлось отзейскими губерниями. Отзее – слово немецкое. Оно обозначало Балтийское море. И немцы не только подарили этому краю имя, они занимались здесь важнейшее положение. Это было их государство в государстве. Немецкие языки, лютеранство, свод законов, привилегии для баронов и бюргеров – все у отзейцев оставалось почти неизменным до начала 20 века. А отзеец стало синонимом прибалтийского немца. Каждый новый государь в 19 веке при вхождении на престол отдельно подтверждал особый статус этого края, а прежде всего местных дворян. Еще бы только при Александре I в войнах с Наполеоном участвовало около 500 отпрысков местных фамилий – офицеров и генералов – во главе с главнокомандующим Барклаем де Толли. Они неизменно с петровских времен входили в имперскую элиту. А вот у себя дома в прибалтийских губерниях и вовсе были первыми из первых. Здесь развился даже такой подход, который разделяли многие местные юристы, скажем, известный профессор права Теодорфом Бунге, что на территории края имелись силы законы только для них специально изданные. Обычные законы империи на него не распространялись. В 1804 году гусарий Александр I пролоббировал на прибалтийских землях крестьянский закон – своего рода эксперимент по ограничению крепостничества. Местная верхушка с этим согласилась, даже призвала вовсе отменить крепостное право, однако освободить крестьян совсем без земли. В итоге фактическое разделение населения на немцев и ненемцев продолжилось. Вплоть до начала 20 века этнические латыши и эстонцы кое-где еще целовали руку своему барону. Русские же часто почитались больше за иностранцев. Этническая принадлежность учитывалась и при приеме на работу. Известен устав Мяснюков с пунктом, который позволял принимать на работу только немцев. Азейцы стремились блюсти чистоту своих корней из поколения в поколение, и это ему давалось довольно легко. В середине 19 века тему превосходства в крае вовсе не русскоязычных, а немецкоязычных дворян неаккуратно поднял известный публицист Самарин, который проходил здесь службу. За свои письма из Риги он получил крепостное заточение и личное неудовольствие государя. Подобный же взгляд на край имели другие известные славянофилы, аксаков, катков, но только при государе Александре III Петербург взялся за так называемую русификацию края. Впервые языком местного Дербского университета стал не немецкий, а русский язык. Заработали здесь и основные законы империи. На самом деле, сколько бы ни удовольствия в Центральной России не вызывало особое положение адзейцев, те верой и правдой служили монарху империи. Из прибалтийских немцев был Крузенштерн, начальник первого русского правосветного плавания. Леонтий Гагеймейстер, главный правитель Русской Америки. Карл Эренс фон Берр, биолог, один из основоположников эмбриологии, один из основателей русского географического общества. Из адзейского края одинаково вышли и Андрей Розен, декабрист, и его родственник Егор Розен, автор либретта к опере «Жизнь за царя». Даже в Первую мировую войну с Германией немецкоговорящий край оставался в целом верен присяге. И до четверти немецких фамилий в среде офицерства продолжало быть нормой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова